Ночные кинопоказы. Явление не новое для Москвы. Уже более двух лет столичные киноманы наслаждаются ночными нон-стопами. По выходным двери кинотеатра «Пионер» открыты. 19 июня, ночь, фонарь и кинотеатр. Три раза по сто. Порцию, которую выдержали далеко не все. Редкая птица долетела до середины французской ночи. Несмотря на то, что во всех картинах играл любимец женщин и обояшка Луи Горель. Еще одним главным героем показа стал Кристоф Оноре, прославленный кинокритик, писатель, драматург и один из самых известных современных режиссеров Франции, чьи фильмы были представлены гостям. В том числе состоялся предпремьерный показ «Моя девочка не хочет», который на широкие экраны выйдет только в августе. Если писать фильм «Моя девочка не хочет», показ в рамках «Наш сегодняшний ночь» это первый показ в России этого фильма. С ним произошла совершенно детективная история, а по каким-то причинам копия с этим фильмом листавали на таможне, и просто им не удалось вовремя эти копии привезти, и, соответственно, фильм слетел с приката. Это не лучший фильм режиссера, довольно затянут и скучен, лишенный привычного французского юмора, вызывающий ощущение неполноты и неправильности жизни. История женщины, переживающей развод и вмешательство родных и друзей в личное пространство. Для премьерного фильма такие тяжелые впечатления, фильм очень мудный, какой-то затянутый, сценарий не понравился и так далее. Ну, говорить, немножко мимо целевой аудитории, как мне кажется, он все-таки предназначен для более взрослых людей. Очень нежный, очень честный, то есть, еще не хочется грустить, а знаете ли? Были также показаны уже полюбившиеся русскому зрителю своей неоднозначностью и драматизмом все песни «Только любви» и «Прекрасная смоковница». Я очень надеюсь, что где-то через месяц мы устроим еще одну именно французскую ночь. Это будет ночь предпремьер, то есть ночь тех французских фильмов, которые должны будут выйти в прокат до конца года. Я совершенно точно планирую показать фильм с Матьелом Адриком, главный ролик, который сейчас получил в Каннип из режиссура лучшей, из известных как «Злодей», исполнителя роли «Злодей» в «Ленис Блонди». Вот «Последний романтик на земле» называется, фильм русском переводится.